Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как научиться отстаивать права потребителя? Возрастает ли общественная активность горожан? Что изменится, если мы будем неравнодушными? Об этом говорим сегодня в нашей студии председатель Самарской региональной общественной организации «Союз потребителей», лидер общественного движения «Народный контроль» Ильнур Гамбаров. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ильнур. Здравствуйте, Татьяна. Ну, так как я вас обозначила как лидер общественной организации «Народный контроль», скажите, пожалуйста, напомните нам, когда создалась эта организация и на что она направлена, на какую деятельность? Организация эта была создана в начале 2015 года. В марте в Самарском госуниверситете было подписано соглашение между Союзом потребителей и генералом Сладовниковым о начале, о старте проекта «Народный контроль». Проект занимается противодействием алкоголизации населения, помощи органам полиции в борьбе с незаконными торговыми точками, в демонтаже незаконных торговых точек, павильонов и киосков. И, в принципе, эта деятельность уже на сегодняшний день по демонтажу незаконных торговых точек закончена. Деятельность по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции продолжается, и надеемся, что будет наращивать свои объемы. А можно в цифрах, вот несколько цифр, чтобы было понятно, что с начала года было сделано? Есть цифры, значит, с начала года более 30 тысяч литров изъято с участием представителей народного контроля. Это фальсификат? Это в том числе и нелегальная продукция, продукция без акцизных марок, продукция незаконно ввезенная в Самарскую область. Это тоже больная тема. Огромная часть продукции ввозится с Республики Казахстан. Как ни странно хвалит вот эту продукцию. Не подлежит реализации. В быту говорят, продукция алкогольная из Казахстана, это вот очень хорошо. Есть такое мнение, но продукт, товар незаконно ввезенный в Российскую Федерацию не подлежит реализации на ее территории. Это сделано для сохранения наших экономических интересов в том числе. Поэтому алкогольная продукция из Республики Казахстан не подлежит реализации на территории Самары. И по последней статистике Самарская область ежегодно недополучает миллиард рублей из-за незаконного ввоза казахстанской продукции. Эти цифры были озвучены на одном из заседаний Губернской думы в Самаре. Понятно. Хочется узнать механизм вашей работы. Вот как вы выявляете то, что здесь незаконная продукция алкогольная, в этой точке торговой, в этом магазине. У вас есть как-то... Совместно с населением. Помощники все-таки люди, да? Активная поддержка населения. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть сайт, на который люди пишут. Многие пишут непосредственно в социальных сетях. Кто-то на электронную почту прислает обращение. Мы их рассматриваем, мы их формируем в заявление, мы направляем их в полицию и совместно с полицией добиваемся каких-то действий по каждой конкретной торговой точке. И контролируем со своей стороны принятие, чтобы те решения, которые были приняты по точке, чтобы они исполнялись. То есть, чтобы реализация не возобновлялась. Да, кстати, вы говорили, что будет такая система в интернете с флажками. Вот много сегодня флажков на этой карте. В настоящий момент, вот эта система тестируется, прежде чем ее выпустить. Мы ее тестируем. Есть остальные приложения, которые помогут пользоваться этой системой. Но по факту в Самаре, да, вот сейчас флажками являются те сообщения от людей, которые к нам приходят постоянно. Поэтому флажки будут, но главное, чтобы была активность жителей. Главное, чтобы люди сообщали. Потому что изначально это, может быть, воспринималось как-то с опаской. Несерьезно. С опаской. Да, с осторожностью. Ну, подумаешь, кому-то там сделаю сигнал. И кто там что сделает, непонятно. Но сейчас, действительно, органам полиции уделяется особое внимание вот этому направлению. Потому что борьба с незаконной реализацией алкогольной продукции это одно из основных направлений сейчас деятельности ГУВД. Очень пристальное внимание уделяется этому. Есть практически на ежедневной основе какая-то информация. То есть работа идет. А вот объективные причины, вы знаете, почему именно этой темой занялись? Что это высокой преступностью в алкогольном опьянении в состоянии? Или высокой степени алкоголизации населения? Почему именно эта тема стала под таким пристальным вниманием? И вашим тоже, в том числе. Ну, я вообще, я ранее служил в следственных органах. И знаю вот реальную ситуацию, что практически там 95% преступлений, за исключением каких-то должностных, то есть именно речь идет о бытовых преступлениях, происходит в состоянии алкогольного опьянения. Ну, потому что большинство убийств, насильственных каких-то преступлений, преступлений против собственности совершается именно в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому мое личное мнение, что снижение потребления алкоголя однозначно приведет к снижению преступности, в том числе и уличной преступности. Это то, с тем сейчас борется активно новое руководство в полиции. Также у нас чемпионат скоро. Да, ну вы заглянули вперед. Понимаете, у нас, как бы нам нужно действительно облик нашего города делать соответствующим всем международным стандартам, стремиться к лучшим показателям в Поволжье. Поэтому, как бы... Да, но намного скорее, чем чемпионат. Вот новое постановление вступит в силу региональное с 1 августа. Значит, помимо традиционных ограничений, с 22 до 10 не продавать, в магазинах по всему региону перестанут отпускать спиртное с 17 до 10 часов по воскресеньям. Да, действительно. Ну это уже как-то вот... Это так. Но... Совсем сужает ранки потребления. Тут я могу, скажем, со своей стороны объяснить логику вот этого всего. Дело в том, что люди, если злоупотребляют в воскресенье, в понедельник позже могут приходить на работу, могут не с такой там, да, не с таким энтузиазмом выходить на работу, как это должно быть. В итоге это чисто экономические показатели. Понимаете, снижается производство, снижаются какие-то экономические показатели, которые, ну, как бы закладываются тоже в какие-то там прогнозы, да, потому что это... Закон, мне кажется, именно в экономических целях был принят. Понятно. Чтобы повысить эффективность и производительность труда, в том числе и в первую половину понедельника. А что, есть ли у вас информация, что будет с теми точками и магазинчиками маленькими, которые расположены в жилых домах на первых этажах? Вот их будут закрывать или что? Или просто запрещать там торговать алкоголем? Ну, во-первых, да. То есть данное постановление не предусматривает закрытие какого-то вида там торговых точек, да. А если лицо ведет предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством, оно ее продолжает вести. Если лицо не может вести предпринимательскую деятельность, уже принимает соответствующее решение. То есть, например, есть позиция, что можно и перепрофилировать заведение с заведения, торгующего алкоголем, в заведение, торгующего чем-то другим, например. Как бы тут свободу предпринимательства, я думаю, ограничивать тоже было бы неправильно. Да, вот вы как настоящий адвокат с двух сторон сразу и за предпринимателей переживаете, и за, собственно, жителей города. Вы сказали, что вам важна активность горожан. Еще раз уточните, пожалуйста, в чем она проявляется? Вот что делают горожане, сотрудничая с вами? Чего вы от них ждете? Ну, в принципе, мы ждем только того, что люди будут просто делиться тем, что их не устраивает. Пока мы можем охватить, мы можем помочь людям в сфере защиты их прав в качестве потребителей. Речь идет только о торговле, Эльнур? Речь идет не только о торговле, речь идет и об оказании каких-то услуг конкретных. То есть, законодательство о защите прав потребителей распространяется не только на товары, но и на оказываемые услуги. Знаете, к чему веду? К чему? Самое большое недовольство граждан, в общем, по общению даже с депутатами, с чиновниками, с людьми, сфера ЖКХ. И это тоже услуги. Вот вы как-то свой взор на эту сферу обращали, потому что, понятно, торговля – это одно. Там как-то уже привычно, можно бороться, проверил дату, там еще что-то. А вот с этой сферой были такие мысли, нет? И как можно помочь людям как-то с управляющими компаниями справляться? Вопрос понятен, вопрос актуальный. Я думаю, не только для Самары, но и для многих городов России. ЖКХ – сфера, на самом деле, многогранная. То есть, зачастую управляющие компании пользуются элементарным незнанием людей. Ну, о каких-то правилах, начисления тарифов, оплаты каких-то конкретных услуг – это очень тонкий и глубокий вопрос. Вот, например, я тоже не владею всеми тонкостями начисления тарифов и услуг, но есть специалисты, которые в этом разбираются. Жалобы нам на управляющие компании поступают. В данный момент есть сформированы общественные советы на территории районов. Вот в этих общественных советах одним из направлений деятельности общественных советов является в том числе и помощь гражданам через бесплатное оказание юридических услуг, например, в отстаивание своих прав. Потому что, ну, претензия любая, она должна быть обоснована, она должна быть чем-то подтверждена. Конечно, у нас есть в стране надзорные ведомства, которые проверяют. Поэтому я считаю, что гражданам нужно привлекать внимание надзорных ведомств к своим проблемам. Через надзорные и через общественников тоже. Потому что, конечно, если мы видели вопиющие случаи в Самаре, когда застройщики перегораживают выходы людям, когда снимают асфальт, новый не кладут и так продолжается годами, когда люди иногда живут реально в условиях, в которых нормальный человек жить просто не может. Соответственно, к проблеме нужно привлекать внимание. И вот сейчас есть одна тоже инициатива о создании, о реформировании местного самоуправления. Эта инициатива, инициатива из Москвы, эта инициатива содержалась в послании президента о том, что власть надо формировать как можно ближе к людям. То есть создать районные советы, так называемые. То есть это такой орган, который непосредственно находится вблизи от избирателя. То есть на каждые 5-6 улиц есть свой представитель, есть свой депутат в районных советах, который может непосредственно в оперативном режиме решать проблемы своего конкретного района. У нас в Самаре есть примеры вот такого, знаете, ручного управления. Вот когда вопрос быстрее решить на месте. Даже в Самаре у нас есть ручное управление. Обычно это про страну говорят. Ну понимаете, ну например, да, вот скажем, примером в работе может служить депутат Хинштейн, да, который просто в открытую вмешивается в те вопросы, которые беспокоят людей и решает их просто вот в рабочем порядке. В данный момент есть четкое понимание, вот по крайней мере, как мне кажется, у руководства области, у руководства города о том, что вот эту реформу провести нужно и можно. Это действительно проект, который требует повышенного внимания. И со стороны власти сейчас даже в районы, вот в районные советы будут выделяться даже свой бюджет. То есть бюджет будет формироваться на уровне районов, исходя из нужд и потребностей вот этого каждого конкретного района, потому что людям внутри виднее. А как горожане сами могут участвовать в этом процессе? Что им нужно сделать? Ну, во-первых, вот для этого им нужно в первую очередь прийти на выборы. Вот, скажем, 13-го числа, 13-го сентября будут проходить выборы депутатов в районные советы. Им нужно определиться со своим выбором и просто в им пройти и проголосовать, проявить свою активность. А еще до выборов, до 13-го сентября. Время еще много остается. Время много. Как можно свою общественную, гражданскую позицию проявить? Проявить. Активность. Вот ее активность можно проявить в непосредственном участии в общественных советах районов. А как они могут, просто вот житель какого-то дома, как он может там поучаствовать? Понимаете, общественные советы формируются исключительно по территориальному признаку. И практически, вот если вы сейчас зададитесь вопросом, может быть там сосед в пределах двух-трех домов, например, проживающий от вас лично, представитель вот в этом районном совете. Так. Которого вы, может быть, лично там знаете, если живете какой-то более-менее социально активной жизнью, то есть там иногда выходите в свой двор и знаете хотя бы председателя своего ТСЖ, скорее всего, вы этого человека знаете. То есть это именно концепция власти, до которой можно дотянуться рукой, как говорит губернатор. То есть власти очень близкой к людям, власти, которая понимает реально проблему людей. И вот эта реформа сейчас начинается. И очень многое зависит от того, ну будет она формальна или нет, это от активности граждан. Если люди придут и сделают свой разумный какой-то взвешенный выбор и поучаствуют, ну эта реформа удастся. А как будут взаимодействовать, вот районная администрация, вы сказали, что там будут деньги, да, финансы, и депутаты районные. Как вот, на ваш взгляд, будет складываться вот это взаимодействие? Смотрите, есть действующее законодательство, да, по которому вот все взаимодействие между депутатами и чиновниками различных уровней происходит. Но что-то же изменится в связи с реформой? Изменится то, что непосредственно бюджет Самары будет формироваться на местах, будет формироваться в районах непосредственно. Конечно, исполнителем вот этого бюджета будет администрация. То есть, конечно, исполнительная власть будет исполнять бюджет, контроль за его исполнением также будет осуществляться с помощью депутатского корпуса. Которых станет больше и которые будут ближе к народу. Которых станет больше и которые будут ближе. И еще вот мне кажется, что одна из задач этой реформы это путем того, что в каждый район выделить свой бюджет, это уменьшить какие-то коррупционные проявления. Потому что чем меньше сумма, которая тратится, тем она более прозрачная и подлежит более глубокому какому-то анализу. Поэтому чем меньше будет сумма, тем ее сложнее будет как-то ими манипулировать. Поэтому это приведет тоже к, надеемся, что это приведет к какой-то большей прозрачности вот в этой сфере. А это важно, мне кажется, сейчас для населения. Это важно понимать, куда их средства тратят. То есть на что они тратятся. Люди будут видеть. Это не великие задачи. Это не задачи каких-то там федеральных чиновников. Это задачи именно районного масштаба. Это облагораживание территории. Это наличие лавочек, скамеек, скверов. Это поддержание в нормальном состоянии фонда жилищного. То есть следить за тем, в каких условиях живут люди. Если какие-то дома, вот в том же, например, историческом центре требуют вмешательства, может быть, иногда быстрого оперативного вмешательства, обеспечивать, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, чтобы люди не чувствовали, что они как-то остались без надзора, без присмотра. Что рядом всегда кто-то есть. Тем более у нас сколько районов, и все они разные. У каждого района своя специфика. Вы сказали исторически. Конечно, это совершенно другое, что промышленные и так далее. Вот люди, активные жители и горожане, это одна сторона, содействие от которых вы ждете. Но меня всегда волнует вопрос ограниченности полномочий у общественников. Потому что общественники люди, которые просто поднимают какую-то проблему, говорят, афишируют, там еще сигналят. А каких-то полномочий, реальных механизмов, таких рычагов у них нет. Но у вас для этого есть другая сторона, власть, с которой вы тоже можете, либо другие организации, с которыми вы тоже можете взаимодействовать, выстраивать контакты и с помощью их тоже решать проблемы. Скажите, вот за это время, с начала года, по этой дороге вы как продвинулись в этом направлении? Ну, вот в этом направлении у нас, в частности, было заключено соглашение с уполномоченным по правам человека по Самарской области. Мы провели рабочую встречу, в ходе которой было высказано серьезное беспокойство таким моментом, как рост цен на лекарства, на лекарственную продукцию. Так много жалоб от населения поступает, в особенности от социально неизвещенных слоев населения, например, от тех же пенсионеров, что цены на лекарства растут и тяжелее становится обеспечивать свое здоровье. Поэтому было принято решение о создании общественного совета при уполномоченном по правам человека, в который будут включены как представители общественных организаций, представители конкретных производителей и директоров конкретных торговых сетей и торговых точек, чтобы в рабочем режиме можно было решать те вопросы, то есть вести диалог между общественностью, производителями и потребителями конкретных товаров. Поэтому я думаю, это самый правильный путь к тому, чтобы наладить какое-то взаимодействие, чтобы было понимание. Поэтому будем работать дальше в этом направлении. Считаем, что это серьезная будет поддержка со стороны органов власти. Также по линии народного контроля планируется заключить соглашение о взаимодействии на фестивале «Трезвая Россия», который завтра будет проходить на Федоровских лугах. Ну вот, тоже интересное мероприятие. А кто организатор? Это организатор «Трезвая Россия» — это общественное движение. Ну, это всероссийское общественное движение, «Трезвая Россия» называется. Вот периодически проводят фестивали. Вот у нас, по-моему, в Самарской области четвертый фестиваль будет. И там народный контроль заключит соглашение с рядом спортивных и правозащитных организаций. То есть это организации, которые пропагандируют за здоровый образ жизни. Это трезвенческие организации. В принципе, уже призывали неоднократно и общались, что нам нужно содействовать, взаимодействовать. Есть очень интересные проекты на территории Тольятти того же, который мне известен. Это проект «Трезвые дворы», известный, например, в интернете. То есть это интересные проекты, с которыми мы сейчас будем как-то пытаться выстраивать диалог, чтобы в одну точку направить все свои усилия. Потому что, конечно, можно бороться, например, с людьми, которые распивают алкоголь на улице, но проще бороться с торговой точкой, которая этот алкоголь продает незаконно. То есть мы добьемся целей для всех организаций. Поэтому будем стремиться и дальше развивать взаимодействие с общественными организациями и с органами власти тоже. Это тоже не важно. А вот как руководитель региональной организации Союза потребителей, вот в вашу задачу входит повысить грамотность людей, потребителей, как бороться с тем, с нарушением прав потребителей. Вот как все это? Потому что, как вы сказали, многие пользуются тем, что не знают люди своих прав. Вот в этом отношении ведется какая-то у вас работа? Ну вот вы же нам помогаете в этом. Вот журналисты нам в этом же и помогают, потому что... И как научиться защищать свои права? Вот куда нужно обращаться при каких-то вот нарушениях? К вам же или еще какие-то там организации есть? К нам это правильный, наверное, был бы вариант. Потому что, ну, мы не госорганы, мы как-то более близко взаимодействуем с заявителями. То есть у нас нет там чиновничьего аппарата, мы же общественная организация. И чем вы поможете? Вот конкретный случай, пришел там жалобы к вам, товарищ. Ну, жалобы на что? Ну, там просроченный продукт. Ну, просроченные продукты мы уже говорили много раз. Приходит человек с жалобой на просроченные продукты. Выходим в торговую точку, проводим мероприятия общественного контроля, которые заключаются в том, что надо, нужно выявить нарушения. То есть просроченные продукты, там нарушение условий хранения, различные нарушения прав потребителей. Зафиксировать это путем фото- и видеозаписи. Составить информационный лист. То есть составить письмо, в котором излагаются все претензии со стороны общества по защите прав потребителей к конкретной торговой точке. После чего по этому письму подготовить исковое заявление в суд, направить его в суд. В суде прийти, показать там видеозапись, обосновать свою позицию. Если суд с ней соглашается, суд вносит решение о том, чтобы признать действия торговой точки противоправными. И уже вот с этим решением мы обращаемся и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор, и в различные надзорные правоохранительные ведомства. И уже на решение суда уже совершенно реакция абсолютно адекватная. Торговые точки подлежат проверкам. И, соответственно, поскольку факт нарушения установлен судом, уже протоколы составляются в автоматическом режиме, без дополнительного исследования, без дополнительных доказательств принимается. Понятно. А сотрудничатели, есть такие службы, специальные департаменты, которые как раз за это все и отвечают. Вы с ними как-то выстроили уже сотрудничество, взаимодействуете? Вот нужна ли им такая вот общественная нагрузка в вашем лице в содействии? Вот сегодня буквально был выезд в торговую точку, в две торговые точки в промышленном районе Самары, совместно с руководителем департамента потребительского рынка, совместно с представителем прокуратуры, представителем вашей телекомпании и общественными организациями в лице Союза потребителей и еще организацией Росконтроль. Значит, мы пришли в торговую точку, обнаружили нарушение. Там эта точка уже славилась в СМИ, и мы решили повторно проверить. Ну, нарушений стало меньше, они были, мы указали на это, прошли в другую торговую точку, также выявили ряд нарушений, зафиксировали все это на видео. Значит, соответственно, вот таким образом, да, мы взаимодействуем с департаментом потребительского рынка. Печально, что это было сделано первый раз, наверное, за этот год. То есть год прошел, мы за этот год взаимодействовали только вот так вот. Но, тем не менее, сегодня мы достигли взаимопонимания, поняли, что необходимо работать совместно. Надеюсь, что какая-то реакция дальнейшая со стороны подобных ведомств будет. Потому что, конечно, хорошо, когда все в одном каком-то ключе работают, и есть понимание того, что и для чего мы делаем, куда мы в итоге идем. То есть мы хотим наладить культуру, потребительскую культуру в Самаре. Мы хотим прекратить нарушение прав потребителей. Ну, вот это наша вот такая вот позиция, да. И я думаю, что именно при взаимодействии с властью мы ее добьемся. Да, вот такая грандиозная задача. Вот скажите, пожалуйста, если люди будут активнее и неравнодушнее, во-первых, хочу спросить, заметили ли вы это, что люди как-то становятся активнее и неравнодушнее, либо вот это вот на одном уровне? По-разному. По-разному. А от чего вот это зависит? Всегда хочется разобраться. Ну, вот, например, сейчас в лето активность спала в связи с отпусками, в связи с каникулами. Конечно, да, активность населения немножко, ну, поубавилась. Это как бы стоило ожидать, потому что лето. В принципе, вот за последний год, как бы, меньше людей, которые заинтересованы в нашей работе, не стало. Как бы, то есть те, кто заинтересованы, они заинтересованы. Те, кто считают, что мы делаем какое-то важное, ну, полезное дело, те так и считают. В любом случае, количество сторонников того же народного контроля постоянно увеличивается, потому что студенты, студенты общаются между собой, узнают, как бы, им интересно участвовать, они проявляют себя. Поэтому студенчество, ну, в данный момент, наша основная, наверное, опора. Поэтому надеемся, что вот в сентябре, когда сентябрь придет, начнется учебный год, активность студентов восстановится заново. Потому что сейчас, конечно же, кто-то работает, кто не уехал, кто-то там, как бы, пытается, ну, проявлять себя. Но немножко в связи с отпусками, конечно, у нас активистов сейчас стало поменьше. Но в сентябре мы это наверстаем. Да, вот вы же сами из Тольятти, но закончили Самарский государственный университет. Вы сказали про студентов. Вот что вы можете как-то дать какую-то свою личную оценку, комментарий, потому что происходит сегодня с университетом. Про объединение? Да, относитесь, что вот он будет с кем-то вот объединяться. Это вот, или вы закончили и закончили. Вопрос сложный, вопрос реально сложный. Я знаю, мнения там разделились, да, и в обществе, и внутри самого университета. Кто-то считает, нужно объединять, кто-то считает, не нужно объединять. Дело в том, что, насколько я вот понимаю эту ситуацию, что сначала все сотрудники университета проводилось голосование, то есть какая-то процедура была, и было принято решение о том, что они согласны. Потом вдруг, как я понимаю, кто-то там стал несогласен, да. Ну, в любом случае, если отстаивать людям свою позицию, надо отстаивать ее последовательно. В настоящий момент, насколько я понимаю, что решение принято, оно согласовано на достаточно высоком уровне, и как-то, и в настоящий момент его отменить или оспорить будет крайне сложно. Поэтому, я считаю, что свои права нужно защищать просто вовремя. Вот это самое главное. Да, вот это вот одно из правил, ответы на вопрос, да, как научиться отстаивать, защищать свои права. Во-первых, делать это вовремя. Во-вторых, вовремя, конечно. Во-вторых, грамотно. Вот про, значит, вот грамотность, конечно, вот еще раз, какие-то вот, может быть, советы по защите прав потребителей, и вот что вам кажется важным? Ну, по защите прав потребителей кажется важным, в первую очередь, это быть внимательнее. Вот на самом деле. Никто не защитит ваши права лучше, чем вы сами. Да. Как бы каждый человек должен для себя знать, что ему должно быть не все равно, что продавец не должен подходить к позиции, что потребитель, там, может, там, что-то пропустить, или, там, что-то ему можно предложить, то, что не соответствует, как бы, нормам. Но на практике это не так. Поэтому надо смотреть всегда самому. Если пропустили, если что-то уже, там, да, там, приобрели, или что-то, там, случилось с вами, после, там, получения каких-то товаров или услуг, ну, конечно, надо обращаться в надзорные ведомства, конечно, надо обращаться в правозащитные организации. Как бы в идеале обратиться в суд, да, но не всегда люди могут это сделать сами. Ну, не хватает, там, времени, образования, там, квалификации какой-то. Да даже элементарных знаний, как написать заявление, там, куда, к кому, в какую, даже вот там же суды, они тоже там разные, там, арбитражные, там, еще какие-то. Просто, да, не хватает у людей просто знаний, да. А у нас эти знания есть. Есть неравнодушные люди, которые могут просто взять и написать, там, исковое заявление за вас. Ну, а вы уже, там, возьмете его и, там, пойдете с ним в суд, например, да, как бы в защиту своих прав. Вот это важно. То есть не спускать на тормозах, привлекать внимание к этому. И, как бы, если это делать долго и упорно, то когда-нибудь уже выработается позиция, что нельзя реализовывать некачественные товары и услуги. Вот вы уже озвучили глобальную, грандиозную свою задачу, вот, вашей общественной организации. А ближайшие мероприятия у нас, минутка остается. Вот сейчас вы чем будете заниматься конкретно? Сейчас конкретно. Может быть, услышат информацию людей и тоже подтянутся. Сейчас конкретно занимаемся противодействием алкоголизации населения в рамках проекта «Народный контроль». На практически ежедневной основе сотрудники полиции проводят рейды и мероприятия. Желающих просим присоединяться. Это и познавательно, и интересно. Иногда даже весело. Вот. Также конкретные мероприятия на ежедневной основе по выявлению продуктов с истекшим сроком годности, по выявлению нарушений в сфере защиты прав потребителей. Поэтому, если интересно, заходите на страницу, заходите на сайт, ищите в информационные ресурсы, связывайтесь и участвуйте. Спасибо большое за то, что пришли и рассказали о своей работе. Удачи вам. Спасибо вам. И успехов. И спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова